Анатолий Бибилов встретился с российскими специалистами, приехавшими в республику для оказания помощи в борьбе с COVID-19. Медики из Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова прибыли в Южную Осетию две недели назад. На протяжении всего времени специалисты помогали лечить больных коронавирусной инфекцией, а также делились опытом с местными врачами. Президент выразил слава благодарности врачам как от себя лично, так и от всех жителей нашей республики, подчеркнув, что оказанная ими помощь местным медицинским работникам в борьбе с распространением новой инфекции неоценима. Пандемия, которая гуляет по всему миру, как на новой деревне, повлияла на всё. И на быт людей, и на планы людей, и на экономику в государстве, причём в развитых государствах. И, конечно же, говорить о том, что вот какое-то государство подготовилось к этой пандемии, выстроило какую-то позицию оборонительную, не приходится, к сожалению. Но то, что на сегодняшний день, благодаря вам, которые приехали сюда из Санкт-Петербурга, благодаря военному госпиталю, который находится здесь, на территории исполнителя Южной Осетии, всё-таки мы, как говорят, даём бой этому вирусу. Глава государства также подчеркнул, что беды переживаются легче, если в трудные времена рядом чувствуешь плечо друга. Мне говорили врачи, с которыми вам пришлось работать, насколько необходима была ваша помощь, ваш опыт. И, конечно же, если честно, я бы искренне хотел и желал, чтобы вы остались ещё на определённое какое-то время для того, чтобы помочь нашим врачам в борьбе с этой пандемией. Ещё раз вам огромное спасибо. И хотелось бы, конечно, чтобы это закончилось и здесь, чтобы это закончилось и в России, чтобы это закончилось, в принципе, во всём мире, чтобы люди опять вошли в тот привычный формат своей деятельности, к которому они привыкли и которые они хотят, чтобы он был. Российские специалисты, в свою очередь, поблагодарили президента за приём и подчеркнули, что старались сделать всё возможное, чтобы хоть как-то помочь преодолеть сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию. Нам очень приятно, Анатолий Ильич, мы старались как могли, помогали больным людям. Ситуация, конечно, тяжёлая, но, как нам кажется, у нас там чёточку получше. И пандемия обязательно проведёт, и здесь пройдёт, и в России пройдёт, в большом мире пройдёт, и всё будет хорошо. Анатолий Бибилов во время встречи также поинтересовался, как, по мнению специалистов, справляются югостинские врачи, оказывающие помощь пациентам, болеющим COVID-19. Как нам кажется, стало на порядок лучше. Мне кажется, и пациенты должны это были заметить. На всех уровнях. Это и врачебный, и сестринский, и режим контроля появился хоть какой-то контроль. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, мне кажется, стало значительно лучше. В завершении встречи российские специалисты были награждены президентом почётными грамотами Республики Южная Осетия за помощь и поддержку, оказанную нам в борьбе с распространением вируса COVID-19. Наградить почётной грамотой Республики Южная Осетия хряп Александра Александровича. Агунда Губозова, Александр Кочев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск. Сегодня.